Тогда, сейчас профессия мне позволяет, уровень профессионализма позволяет мне, ну, отбросить сегодняшнее настроение, моё отношение к участникам процесса, в котором я занят, уже профессия позволяет управлять собой максимально. А тогда нет, тогда нет, тогда характер это судьба абсолютно. Вот характер был сильнее профессии, намного сильнее. То есть городок случился с Олейниковым от отчаяния или уже? А от чего же ещё? От полной беды? Ну, не от желания, во всяком случае, давайте вы нас будете снимать, а мы потом будем ездить по России, Украине, Молдавии, ещё там чему-то, и будем косить деньги. Ну, то есть отношения к телевидению как к средству раскрутки не было абсолютно. Было такое ощущение такого необязательного искусства абсолютно, такой его некоторые необязательности, ни кино, во всяком случае. Нас будут показывать, такое вообще отношение существовало. А к телевидению, потому что, ну, там друзья у нас были, ну, давай будем пробовать, но только сами, только сами, всё. Режиссёры у нас в жизни, режиссёры у нас в жизни уже были, поэтому режиссёрами придётся быть самим. Вот тогда не придётся думать, как на тебя посмотрели, любят тебя или нет, ну, вдвоём договориться легче. И поэтому вот, если возвращаться к театру, я думаю, что Илья никогда мне не разрешает, он умный человек, мой партнёр, безусловно, и старше меня. Он говорит, ты как-то очень перебрал вот с этим самочморением, как-то очень ты перебрал. И артист ты был плохой, и тэ-тэ-тэ-тэ-тэ-тэ, ну и что, и как ты, и что, и в один день им встал, что ли? Поэтому сложная история, но правда состоит в том, что что бы я ни делал сегодня, что бы я ни делал, и вообще всё, что я умею, от того, что я... Пусть я не сыграл в этом театре, ногами не попробовал, да, но то, что глаза видели, сердце запоминало, мозг, уши слышали, это мой багаж невероятный. У вас много авторов в городке? Пять. А они долго с вами? Часть из них с 96-го года, а четверо с... а трое с 2000... 2001-2002-го. Вы же сами себе режиссёры, по сути, продюсеры. Нет, у нас есть продюсеры, но изначально мы были продюсерами. И когда вы уходите на съемочную площадку, чего остаётся от этих текстов? Хороший вопрос. Изначально, для того, чтобы снять 14 историй приблизительно, мы получаем такого мяса, скажем так, где-то 80 сюжетов, может быть больше. Из этих 80-ти остаётся 14. Эти 14-ти, которые пишутся в Москве, переделывают, абсолютно креативно редактируют, я не знаю даже, как обозначить эту функцию, потому что она, конечно, абсолютно авторская. Мой одесский автор основной, Володя Трухнин. Да и те, что в Одессе пишут, в Москве пишут, они тоже одесситы, так просто живут в Москве. Он это всё переписывает, потом мы берём этот текст, и что остаётся? Ну, много остаётся, слова остаётся. И больше ничего. То есть серьёзно, у нас импровизация достаточно большую роль играет? Большую роль, большую, конечно, но это счастливые секунды. Иногда надо, наоборот, опереться на текст, потому что, ну, ты пришёл в 9 утра, и нет такой кнопки на теле, которая включает импровизацию. Это материал очень странный, иногда материал тебя толкает, я помню, мы снимали какой-то сюжет, я играл Царевича, шёл дождь, а натура уходила явно, и свет был этот вечный, питерский, ужасающий. Надо было снимать. Царевича, который когда-то пустил стрелу, она куда-то улетела, и вот кого она попала. И вот как хорошо, когда в себе ты сочетаешь, вот ты сам, называется сам себе режиссёр, я вот знаю, что я должен выйти из-за холма, камера стоит там, и на общем плане, я так, будет появиться сначала голова, потом я выйду, и вот ты думаешь, и композитор у тебя друг, как хорошо, уже делаешь шаги, уже идёшь. Вот сейчас я выйду, ну, я буду петь какую-нибудь пародию на такую плохую-плохую русскую сказку, снятую где-то в 50-е годы, я напою, а он потом подложит симфонический оркестр и гусли, и это будет такое начало, и я такой нарумянинный таких русских этих сказок, киношных. Ой, да как солнышко село, и пошёл я гулять, и я вижу, что появляется дело не во мне, а что мы делаем пародию уже на целый жанр для тех, кто это поймёт. Ну, разве в профессиональном кино тебе позволят что-то намычать, и потом под тебя симфонический оркестр будет петь, когда ты между тональностью где-то слегка детонируя, что-то там промямлил, а потом оркестр, а потом монтаж, а потом постпродакшн, а вот мы и сделали, как будто мы так придумывали. Ну, конечно, ничего не придумывали, на ходу это всё. Вы активно сейчас снимаетесь в фильмах, а вы не думали попробовать себя в качестве режиссёра? Вот все думают, мне очень многие просят об этом, давай снимем, давай снимем. Вы знаете, если честно говорить, мне кажется, что я упустил эту возможность. Я думаю, это такая наглая профессия. Я сейчас смотрю, с чем приходят люди к тому, чтобы снимать кино, вот с чем они приходят в эту профессию. Кроме амбиций и перечня увиденных фильмов, до, на которых это такой всё постмодернизм, то есть их кино, оно стоит ногами на другом кино. Это кино, выросшее из кино, в такой профессии, как режиссура. Это безусловно важно, что ты видел, но когда ты видишь, что кроме терминов, кинотерминов, которых надо как можно чаще, как заклинание произносить на съёмочной площадке, потому что они как бы самого тебя убеждают в том, что ты имеешь отношение к этой профессии, и что-то ещё увиденного так мало, и думаешь, мама, какие потрясающие ребята, какое поколение выросло. Какая наглость, и как нас плохо воспитали, думаешь. Хорошо, с одной стороны, человечески, замечательно, с чем нужно прийти к этому, что за тобой должно стоять. И пока ты копил, копил, и немножечко уже застарился. А надо было вот так, в 35, да, хороший сценарий, хороший, буду снимать. Как? Там же так мало личного. Как же я, Юра Стоянов, как я, и что, просто сниму комедию? Да, Юра Стоянов, надо было просто снимать комедию. Нет, ну зачем? Ну, прям, вот городок уже есть, мне надо что-то. Это должен быть какой-нибудь прямо Амаркорт. Вот, я вспоминаю, это что-то. Пусть это будет смешное, лёгкое, на нет сценария. Сценария нет. И пока я не искал сценарий, не писал сценарий, а констатировал то, что его нет, и думал, как всегда, всё в моей жизни. Вот так вот все звёзды сойдутся, и так все люди поведут себя, и каналы телевизионные, и структуры, что мне нельзя будет уже не сделать некий шаг. Сейчас эти звёзды сойдутся. А я так и делал все мои шаги. Я никогда не принимал решения. Я ухожу из театра. Я, так, я смотрел, для этого должен был появиться Олейников, я должен был убедиться, что мне есть на кого положиться. Вот поэтому, вот тогда я уйду из театра. Но поступок я совершаю в одну секунду. Вот в одну. Просто я прихожу в театр, а там распределение. Говорят, у вас завтра репетиция. Не читая роль, прихожу на репетиции, мне дают листок. Я открываю, а он состоит из двух страничек. Одна страничка, вторая, там написано в скобках. Входит Обноскин с гитарой. Я закрываю и говорю, спасибо, я вас очень-очень люблю. Мне с вами было очень хорошо эти 18 лет. До свидания. Не поминайте. Это так вы попросили? Так и ушёл. И всё. Я видел вашу пародию с Галкиным на Жириновского новогоднего программы. Очень удачненько. Почему в городке нет политических шуток? И как вы вообще относитесь к политике российской, украинской? Вы знаете, ну какое-то время, кстати, было. Вот в середине 90-х годов было другое телевидение, была другая жизнь. Были другие персонажи, скажем так. Ну что сейчас делать мне пародию на Жириновского? Это уже, кстати, это было в передаче Максима Галкина, а не в городке, правильно? Как-то он называл все эти звёзды, что-то такое там со звёздами. Максим придумал, я с удовольствием согласился. Я потом работаю на канале России. Я по определению обязан всё делать, всё то по договору просто. Всё то, что мне предлагает канал, да? Как-то вот я до звёздного-то статуса не добрался там ещё, чтобы я выбирал. Нет, я должен говорить есть и играть. А в городке я решаю, чем мне играть. И в 90-е годы, ну, был такой харизматичный Ельцин. Ещё можно было шутить о Ленине, что сейчас просто будет дурным тоном там, или о Брежневе. Но хочется играть что-то такое очень яркое, такое, понимаете, уже становится мифологичным. Шутить о политике, играть этих людей. Вот что было интересно. Мы их играли. Они шутили на темы, ну, политических реалий и чего-то ещё. С годами, с годами стали приходить к такому убеждению. Но когда передача взрослела, и наш зритель, естественно, взрослел вместе с нами, у городка такая очень специфическая аудитория. Большую часть составляют, ну, большую часть мужчины, это люди, которые повзрослели с этой передачи, они её по наследству, как какую-то вещицу дорогую, передают там своим детям. Детям она может понравиться, а может не понравиться. Но всё-таки почти 20 лет – это большой срок для телевизионного проекта. И, вы знаете, я понял, что людям, вот проходит 5 лет, как я смотрю городов, через 5 лет, мне так интересно узнавать, чем мы жили, не по тому, на кого мы сделали пародии. Они так быстро устаревают. Они так быстро становятся неинтересными. Как быстро это становится неактуальным, невеселым, не смешным и никак не греет, кто кем руководил, у кого какая была фамилия, какая сволочь чего украл, кто кого посадил. Через 5 лет интересно, о чём говорили люди в это время, как они питались, над чем они шутили, куда они ездили, почему страдали, кого любили, кого ненавидели. Через людей, через эти отношения время узнавать значительно интереснее. И играть это интереснее. Это всё я говорю, это всё плакаты, это всё лозунги, это неинтересно для артиста. Вот, может быть, в силу каких-то вот такого ощущения своей профессии и понимания его, они стали уходить. Думаете, кто-то когда-то нам что-то запретил. Я за столько лет очень разной политики в России и очень разного отношения к телевидению, да, за эти годы, я могу сказать, что это вот нас не коснулось никак, к счастью. Никак. Один раз я помню, один из людей, возглавлявших МВД, занял высокий пост в Государственной Думе в России. А у нас была какая-то передача, маленькие были, восьмиминутки, у нас был ещё такой параллельный проект, это тоже был городок, но маленький. На фоне герба милицейского, что-то там происходило, и какой-то редактор позвонил и сказал немедленно убрать. Я это вообще, вообще этот тон, и немедленно, а ещё и убрать, я в своей жизни не слышал, потому что я был просто артистом, и, вероятно, эти фразы звучали по отношению к Товсоногову, кому-то ещё, но не ко мне. Я впервые в жизни услышал эту фразу. Я позвонил председателю телерадиокомпании и просто рассказал ему, что вот такая история. Он вышел из кабинета, пришёл в тот отдел, спросил, у кого из редакторов есть телефоны, мой. Кто-то сказал, вычеркнуть при мне, стереть его в мобильном телефоне и запишите мой. И все вопросы, связанные с гербами, фамилиями и фразами, вы будете в перспективе задавать только мне. А, естественно, ни один редактор никогда не позвонит председателю гостей или радиокомпании. Проблема, возникнув один раз, была решена навсегда. Но вы политикой осознательно не интересуетесь. Ну как же я не интересуюсь? Как я могу агрессивно, в какой скорлупе я должен замкнуться, чтобы политикой, которая уже стучит в твою дверь и на лестничной клетке, и на улице, и везде, как я могу ею не интересоваться? Как я не могу не интересоваться политикой, если мои друзья живут в Нью-Йорке, мама живёт в Украине, а я в России? Ну, я так или иначе с ней обязательно сталкиваюсь. Я не очень люблю разводить людей по баррикадам. Я человек эмоциональный. Я знаю метод, мой метод убеждения очень жёсткий и абсолютно тоталитарный. Я не призываю подумать вместе со мной и принять мою сторону. Я успокаиваюсь только тогда, когда человек начинает думать так же, как я. И представить себе меня в политике или меня рассуждающим о политике очень опасно. Потому что зрители программы «Городок» мне дороги не тем, кто из них в какую партию входит, а тем, что они зрители этой программы. И может быть, это то маленькое, что на этом пространстве может людей объединить, ну, очень условно, ну, по крайней мере, это то, что они любят. И эти, и те, и те, и эти. Вот, а мне неинтересно. Нет, я не буду, я не хочу, чтобы коммунисты любили программу «Городок». Её должны любить только вот эти люди. Если я буду выражать свои симпатии или антипатии, человек, который занимается милой, весёлой... ... ... ... ...